Всем привет! Я хочу рассказать, почему я считаю, что Михаил Борисович Ходорковский покрывает Невзлина. Что это не просто какие-то дежурные высказывания, что он не знает, что именно покрывает. Начнем с главного. Почему я считаю, что Невзлин виноват в том, что он заказал нападение на меня, на мою жену и на моих детей, а также на Ленина Волкова и Жданова. Эта история узкому кругу известна была еще в июне, включая Невзлина. Мы знаем, что Ходорковский созванивался с Невзлиным и фактически Невзлин пообещал ему подать заявление в полицию. То есть мы об этом знаем. Что мы видим? Мы видим заявление в полицию, поданное 5 августа, через два месяца. И то непонятно, подали, не подали, каким-то мутным способом. Но это же не главное. Главное то, что если против тебя такие обвинения выдвигаются на основании твоего телефона, что должен сделать любой честный порядочный человек? Это идти к ближайшему нотариусу и сделать сертифицированную копию своих переписок. Это делается очень просто. Как мы видим, основная переписка шла в сигнале. Вы можете, если у вас есть сигнал, нажать опцию «Бэкап» и вся ваша переписка будет забэкаплена. То есть ты просто идешь к нотариусу, делаешь бэкап своей переписки, оставляешь у нотариуса, у нескольких нотариусов, которым ты доверяешь. И все. И не надо даже на этот момент кому-то показывать. Но ты всегда можешь сказать, вот есть переписка, которая сохранена и лежит у надежных людей, которые не имеют права разглашать ее без моего разрешения. И если вдруг полиция в какой-то момент запросит эту переписку, вот она, сделана копия в первозданном виде и можно сверить, это меня оговорили или нет. Вы скажете, можно удалить сообщение? Конечно, можно, можно удалить. Но это не спасет, потому что всегда остаются следы от переписки. Представляете, Невлин удалил часть сообщений и сказал, что переписка настоящая. Суд ее изымает, смотрит, что не хватает. Но, во-первых, будут рваться хитологические цепочки. Во-вторых, у сигнала все равно есть данные о переписках. Нет самих переписок, нет диалогов. Но если вы с абонентом А с абонентом Б связывается, это все равно же проходит через сигнал. То есть можно было отследить, что было сообщение от Леонида Виэтлевна-условного Блинову, но этого сообщения в влоге нет. Значит, оно было удалено. Видимо, поэтому и не было сделано до кого шага. Я подробно объяснил, как это можно сделать в своем прошлом видео, что можно легко пойти сделать копию, потом нанять сверку у юридической компании, настоящей скрины или нет. Этого ничего не было сделано. Я подозреваю, сделан не будет. Я подозреваю, что Леонида Невлин уже удалил все свои переписки. Что это напоминает? Правильно, сокрытие улик. То есть, вы скажете, призунутся невиновности. Так это же и есть уже фактически расследование. Расследование вам выдавит за обвинение. Предоставлено серьезное доказательство вашей виновности. В любом суде вы должны уже доказывать, нет, у вас есть алиби. Вот моя переписка. Вот мои там какие-то еще там действия. Вот эти данные соответствуют. Мы не видим ничего. Мы даже не видим опровержения от внезвенно, что переписка нереальная. Мы видим какие-то мутные заявления и даже не видим никаких отрицаний, что он этого не делал. Мы видим просто какое-то непонятное, ну лучше всего, чушь, мучь и компот, как сказал Медведев в ответ на расследование Навального про его дворцы. Итак, у меня не остается никаких сомнений, что это Незлин заказал атаку на меня, на мою жену, на моих детей, на Ленина Волкова, на Жданова и возможно других людей, о которых мы сейчас еще не знаем. Теперь переходим ко второму вопросу. Почему Ходорковский его покрывает? Я уверен, что Ходорковский его покрывает. Почему? Потому что, еще раз, в руках Ходорковского это было еще в июне. И, конечно, он мог позвонить Незлину. И позвонил, я уверен. И ведь это же большой удар и по Ходорковскому. В конце концов, Незлин поставил и его. Представляете, ближайший соратник Ходорковского. Ходорковский много раз говорил, что это больше, чем родственник, это его ближайший друг. Он заказывает людей избиение молотками, заказывает избиение женщин с 10-месячным ребенком. И еще сожалеет, что как-то плохо избили. Как-то вот крови об асфальт нету и даже сотрясение какое-то слабое. В общем, плохо избили, надо лучше. А вот детей получше избейте. Конечно, это уже огромный удар по репутации. Тем не менее, Ходорковский вместо того, чтобы хотя бы осудить своего ближшего друга за такое поведение, хотя бы сказать, что это неприемлемо избиение, он начинает юридическими формировками. Что пусть полиция разберется, пусть там давайте до этого не будем никаких там заключений делать и так далее. Но это же просто разобраться. Еще раз, Михаил Борисович, это очень просто разобраться. Есть переписка в телефоне Невзвенно. Это в ваших руках, точнее в руках вашего друга очень быстро показать, что вы не виновны. Но вы же сами видите, что он показывает, что он виновен. Он заказчик, он тот, кто заказывает нападение на людей, которому не нравится. А вы его покрываете. У меня есть три версии, почему покрывает Михаил Кадаркос и Леонида Незлина. Первое. Мафия своих не сдает. То есть все больше данных, что ЮКОС это была некая ОПГ. Мы видим, как топ-менеджеры ЮКОС высказываются. Ну вот пример. Не только Незлин, который заказывал нападение. Я приведу в своем твиттере высказывания Романа Хоменко. Это бывший вице-президент ЮКОС, исполнитель вице-президент Минатепа. Посмотрите его диалоги в 2006 году, когда он за посты в ЖЖ, которые ему не нравятся, заставлял извиняться. Ровно такими же метами, как Кадыров, только до Кадырова. То есть не Кадыров угрозами заставлял извиняться за высказывание, которое не нравится, а Бышевец в президент ЮКОС. Вы, наверное, все читали вчерашний пост Коголовского, который просто мерзкий. Такой в бандитском, таком, бандитском, ну не хочу материться, но не буду опускаться до сравнений. Ну просто вот это видно, что какой-то такой быдловато бандитский пост. Мы видим вообще, как бывшие члены ЮКОС фактически на крючок сажали оппозиционеров. Вот пост Любы Соболь, почитайте, как Нерзлин дал ей в долг 56 тысяч долларов. Явно она не может вернуть, чтобы, видимо, она потом как-то за нем впрягалась, когда ему надо. И мы видим, сколько известных оппозиционеров сейчас впрягают за Нерзлина. Мы не знаем их отношения. Возможно, тоже какие-то долги перед Нерзлиной висят. То есть мы видим, что это такая некоторая мафия. И Ходорковский не сдает Нерзлина, потому что главарь мафии не может сдать видного члена мафии. Даже если он облажался, иначе рухнет вся мафия. Это первое объяснение. Второе возможное объяснение, что действительно за ЮКОСом есть очень много темных делишек, включая убийство мэра Нефтьюганского Петухова. И если вдруг Ходорковский сдаст Нерзлина, то есть отречется от него, и скажет, что Нерзлин это действительно преступник, то Нерзлин в ответ скажет, Михаил Борисович, так вы же были в курсе всех наших дел 90-х. Вы в курсе были и по поводу убийства мэра Нефтьюганского Петухова, и по поводу других дел и все остальное. Что же вы сейчас из себя барышню невинную строите? Вы же все в курсе были. Так что просто я делал все, как и раньше. И третья версия, почему он может не сдавать Нерзлина, это то, что он сам давал негласно команды. Конечно, не на раз. Я уверен, что Ходорковский намного умнее. Он бы не заказал избиение меня, моей жены с ребенком и детей. И тем более Леонида Волкова, который, в принципе, известный позиционер и с молотком, и вообще его чуть не убили. Но, возможно, он просто как-то кивнул. Знаете, как Путин делает? Кивает, когда ему приходят какие-то идеи. Вот он кивнул нерзленно, что, типа, да, нужно как-то их наказать. Но Ходорковский имел в виду там пиар-атаки. Мы видим, что медиа Ходорковского все эти годы занимались атаками на Навального и его команду. То есть это было просто много пиара против Навального, включая то, что Навальный не сам письма пишет. Ходорковский активно эту идею раскручивал. То есть, возможно, команду разобраться с тем, кто пишет какие-то плохие твиты про Ходорковского, не понял сильно буквально. Тем более, вот в этой переписке, которая присутствует на разных сайтах, и у меня есть источник ее от ФБК, и есть Rush Today, там много скринов, там есть конкретные твиты. И в этих твитах есть не только твиты против Незлина, но и против Ходорковского. То есть Незлин решил избить меня, мою жену и мои детей не только за твиты против него, но и за твиты против Ходорковского. Я приведу ссылки на эти твиты, вы можете их почитать, вы можете почитать, за что лидеры российской оппозиции избивают своих оппонентов. Вот эти три причины. Что могу сказать? В любом случае, это все очень грустно, мягко говоря, и всем людям этой истории стоит опасаться за свою жизнь. Ну, конечно, самая опасность у Блинова, потому что то, что Незлин не сделал копию своей переписки и, возможно, удалил, это значит, что если есть переписка, то только в телефоне Блинова. Ему срочно нужно идти куда-то спасаться, сдать свои телефоны, чтобы защитить свою жизнь, потому что теперь телефон даже не Блинова, а этого там решала, забыл, как его зовут. Ну, то есть, вот кто сейчас держит телефон Блинова, он находится в прямой опасности. Лучше бы этот телефон, можно даже по почте, отправить там в какие-то полицию Польши, Литвы или Аргентины. Второе, кто его пояснит, сам Незлин находится в опасности, потому что, как я объяснил, возможно, Ходорковский не сдает Незлина, потому что Незлин сильно много знает. Незлина, вот на днях будет 65 лет. Преклонный возраст для российского мужчины, мы знаем, что там 65-66 в среднем возрасте для российского мужчины, но это умрет, и никто ничего не скажет, что что-то так сильно рано умер. И я думаю, что, как мы видим, группа ЮКОС решает свою проблему. Возможно, группа ЮКОС решит таким образом решить свою проблему. Ну и, конечно, вот последний мой поинт. Все говорят, вот оппозиция не объединяет все остальное. Я не хочу, чтобы ФБК, которые я, например, горячо поддерживаю, объединялись с бандитами. Вот я смотрю на высказывания топ-менеджеров ЮКОС, это бандиты. Бандиты беспринципные. Бандиты без каких-то там понятий даже, потому что, ну вот, избивать еще раз за твиты женщин и детей человека, это вне всяких понятий. Хотите ко мне предвидеть, придайте мне. Причем здесь моя жена с 10-месячным ребенком. Вот я не хочу, чтобы эти люди пришли к власти. Путин такой же бандит, как и вы. Нет между вами никакой разницы. Поэтому я поддерживаю, чтобы вот там ФБК, оппозиционеры, там Яшин, честный и порядочный человек. Есть еще порядочные люди, которых я поддерживаю. Вот я хочу, чтобы порядочные люди держались вместе, а вся эта шваль, жулики, бандиты, все остальное, которые называют себя оппозиционером. Вот вы устраиваете своих конгрессов, встречаете, и я не хочу, чтобы вы представляли мои интересы. Путин такой же сволочь, как и вы. А если вы дарете за власти, может, будете еще и хуже.